Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Пешеходный переход в станице Анапская действует уже неделю. Глава города Сергей Сергеев внес свои рекомендации. Объект повышенного внимания. Ситуация на полигоне бытовых отходов полностью под контролем специалистов. Осторожно, фальшивка. Сбыт поддельных пятитысячных купюр был пресечен сотрудниками Анапской полиции. На прошлой неделе во время встречи главы города с населением, жительница села Рассвет, руководитель ТОСа Валентина Стамбальян, задала Сергею Сергееву вопрос о том, когда будет отремонтирована улица Мира. На ней всего-то не хватает асфальтового покрытия в 200 метров. Сегодня глава города приехал в Рассвет посмотреть этот объем работ, чтобы оценить возможности ремонта в самые короткие сроки. Валентина Стамбальян всегда полна идей по развитию Рассвета. Завидев главу города, торопится высказать свою давнюю мечту о соединении трех хуторов. В самом центре хутора у Аллеи Славы, куда приезжают свадебные кортежи, нет асфальта. Здесь по вечерам собирается хуторская молодежь. Очень уютный парк получился среди деревьев, под которыми навели идеальный порядок хуторяне под руководством Валентины Иваны вместе с общественным советом. Это та команда, которая в любой момент готова пойти на все. Мы буквально ничего не это. Мы и убираем, и метем, и мусор забираем. Все, лишь бы было чисто уютно. Стараемся. Глава города согласен. Здесь, как нигде, нужен асфальт. И он обещает в самое ближайшее время навести тут порядок. Недавно жители просили кабинет врача общей практики. Сейчас ФАП, спасибо вам, уже начал строиться. У нас, в общем-то, движется вперед. Я думаю, что будет лучше. Огромное вам спасибо. Сергей Сергеев на постоянном контроле держал и ход ремонтных работ в сельском доме культуры. Зашел посмотреть, как он изменился после ремонта. Отец мой говорил, мужик, который слово выдерживает, он мужик. Это я не от себя говорю. Это я говорю, почти что от 99,9% нашего кутора. Вот это, это ваше лицо. Это искренние слова, реально. Это я откровенно говорю. Если вы помните, мы пришли здесь, мужики в домино и орали забиты. У нас есть такие кадры. Ко мне. Вот мы и сделали. У Торского музея главу города заинтересовали изделия глубокой старины, которые вполне уживаются рядом с современностью. А потом, отправляясь в город, Сергей Сергеев посетил новый храм в селе Гайкадзор. Его масштабы и красота по-человечески порадовали. А как хозяйственник, глава города интересовался организацией водоснабжения и отопления храма, дальнейшим развитием и благоустройством прилегающей территории. Водоканал построил в Виноградном водопроводные сети в новом строящемся жилом районе. Хотя там строится всего один дом. Но это дом многодетной семьи. За пять дней рабочая бригада водоканала провела около 300 метров трубы. Здесь заканчивается зона ответственности городских служб. Отсюда хозяева смогут завести коммуникации к себе в дом. В водоканале пояснили, что данная улица только начала застраиваться. Это один из первых домов. Специалисты говорят, что водопровод провели с запасом мощности. Улица только начинает строиться. Водопровода еще не было. Людям только раздали участки. Вот начали строительство. Поэтому мы проложили водопровод. Этот водопровод можно еще в микрорайон маленький посадить. Даже эта улица будет развиваться до конца. То объема воды хватит до конца улицы всем. Полигон твердых бытовых отходов вблизи Хутро-Красный – объект повышенного внимания пожарных. Сложности может принести жаркая и ветреная погода. Именно такие метеоусловия прогнозируют в ближайшие дни. Очагитление еще есть, но ситуация полностью под контролем специалистов. До ближайших сельских населенных пунктов и Анапы дым, ветер, к счастью, не доносят. Вы видите, мы сейчас находимся на самом объекте. Здесь нет ни гари, ни дыма. Площадь, где есть разрозненные очагитления, сократились до 300 квадратных метров. Пожарные продолжают проливать их водой и пересыпать грунтом. Вчера союзникам выступил дождь. Сегодня напротив установилась сухая, жаркая и ветреная погода. Дополнительный рейс на сегодня есть. Мы пытаемся его локализовать. Связан с тем, что усиление ветра у нас. Идет постоянный ветер 8 метров в секунду восточного направления. Что, соответственно, немножко придает сложности. Отсыпка идет тяжелой техникой. Подвозится грунт. И засыпаются те прогоревшие участки. Хочу поблагодарить федеральную пожарную службу. В очень сложных погодных условиях сейчас действует штормовое предупреждение 4-5 класс опасности. При высокой температуре и очень сильном ветре проходят инженерные работы по тушению пожара. Процесс локализации тления и задымления представляет собой сложные инженерные работы. Для пересыпки полигона по всему периметру необходимо более 20 тысяч тонн грунта. Городские предприятия, водоканал, тепловые сети, Сити Кристалл, ДРСУ Вираж, Фотогрейт. И предприниматели предоставили самосвалы и другую технику. В пиковые дни здесь работали порядка полусотни машин. Предприятий помогало много. А навчане не остались равнодушны к этому. Но особая активность была последние два дня. Это вчера и сегодня, когда подключился особенно Автодор. Прежде всего хочу выразить благодарность анапчанам и гостям города за их терпение, понимание того, что здесь происходит. Именно те работы, масштабные работы, которые ведутся в том числе и с участием сил Краснодарского края. В МЧС отмечают, что основные работы завершены. Однако за ситуацией будут продолжать следить. Тление может продолжаться на глубине нескольких метров. Такие очаги будут выявлять и ликвидировать. Предварительная причина пожара – поджог. Последние штрихи. Пешеходный переход в станице Анапской работает уже несколько дней. Жители довольны, ждали не зря. Инженерное сооружение заметно повлияло на жизнь автомобилистов и пешеходов. Глава Анапы, впрочем, сделал ряд замечаний, побывав на переходе. Вот оно – инженерное сооружение, в появление которого на территории станицы Анапской мало кто верил. Но городские власти нашли инвестора, и принцип государственно-частного партнерства воплотился в еще одном проекте. Серьезные технологические процессы, сопровождавшие весь ход строительства, отодвинули срок сдачи объекта. Тому были объективные и очень серьезные причины. Из-за близости грунтовых вод пришлось принять дополнительные меры защиты сооружения. 184 шестиметровых шпунта стали основой каркаса, который обезопасит стенки перехода от обвала. Кроме того, с нуля построена система водоотведения вокруг перехода. Я первый раз иду, но я очень рада, что это сделали, потому что здесь постоянные пробки были, ходить вообще невозможно было. Вернее, даже ходить-то можно, ездить невозможно. Жалко было водителей, особенно зимой, когда здесь гололед, ой, извините, гололеды они поднимались. Еще бы, знаете, на Восточном рынке такое же сделать, потому что там тоже сильные пробки. У меня и внуки ходят сюда, в библиотеку, и на каратэ ходят, а я их водила, теперь я не буду водить. Десять лет я сами буду бегать. В эти дни рабочие завершают монтаж лифта для маломобильных граждан. Глава Анапы был частым гостем на стройплощадке и теперь не оставляет объект без внимания. Замечания у Сергеева, конечно, есть. Свет, работа, работа. Вот я как-то предполагал, ты же говоришь, я. Пусть они нападают на лобочке, десять человек, вместе с моющими следствием, и попробуйте. Следить за порядком – выполнимая задача для местных властей. Главное – объект работает. Благодаря Богу, много сделали, очень много. Все равно, говорят, ничего не делают. Сделали много. Меня неправда, не представляет, что нет пробок. Я тоже водитель, тоже задумываю. И для людей безопасно. Кроме пробки, еще же люди, как зайцы, через дорогу бегут. Здесь, при мне, я же на автобусе работал, на гармошке, на всех автобусах. При мне тут давили. Избивали их. Да, страшное дело. А сейчас прекрасно. Движение не затруднено. Автомобили не замедляют ход, как раньше. Пока сезон, машин, конечно, много. Но объективно трасса вздохнула свободнее. Ну, я думаю, что должно все равно стать меньше пробок. Ну, потому что хотя бы люди уже не будут ходить, не будут останавливаться. Мало того, что люди переходили, здесь постоянно были аварии. Очень часто были аварии, да. И реально пробка выстраивалась там, выстраивалась там. Сейчас чуть-чуть поменьше. Все равно, как бы, немножко есть, но все равно поменьше. Местные жители гордятся станицей. Говорят, в городе нет таких объектов, как у нас. Да нужен. Сейчас-то машина уже, видите, как ездит. А то пешеходы постоянно переходили, и затор нужен. Чем больше строится, тем лучше. Я всегда говорю, Анапская лучше, чем Анапа, потому что у нас пешеходный переход есть в подземной. Судебные приставы повышают эффективность работы за счет использования современных технологий. На смартфоне установлена специальная, доступная только судебным приставам программа. С ее помощью они сканируют автомобильные номера, сверяя их с базой данных. На проверку одного номера уходит примерно полминуты. База данных общероссийская. Менее чем за час на этой парковке нашли автомобили двух должников. Только за два дня такой работы было выявлено 73 должника. За одним из них обязательство более чем на 5 миллионов рублей. Приставы поясняют, что основная задача – напомнить гражданам о наличии задолженности и рассказать о том, как можно ее погасить. Подобные мероприятия будут проходить регулярно. Эффективность у нас очень высокая. То есть она позволяет выявить достоверно, является ли должником или нет. Это могут быть алименты, это могут быть штрафы по линии ГИБДД или задолженности перед банками. Наши действия направлены в первую очередь на уведомление должника о имеющейся наличии задолженности. Мы оставляем повестку, вручаем требования о необходимости явиться в службу судебных приставов и уточнить сумму задолженности. По неявке по повестке судебного пристава предусмотрен штраф и административное наказание. Если у нас сумма задолженности превышает более 50 тысяч рублей, значит мы вправе составить акт ареста и описи имущества и данный автомобиль будет арестован. Осторожно, подделка! Сотрудники Анапской полиции задержали фальшивого маньячика, который сбывал пятитысячные купюры на рынках и в магазинах города. О подробностях спецоперации нам рассказал оперуполномоченный отдел экономической безопасности Артем Цветков. 22 июня 2016 года примерно в 12 часов 00 минут гражданин республики Армения Канетян Самвел Ливонович, находясь на рынке северного города Анапа, сбыл собственному собственнику одной торговой точки денежную купюру с достоинством 5000 рублей, которая впоследствии оказалась фальшивой. По данному факту, следственным отделом МВД России по городу Анапе 22 июня возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено в части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Выяснились еще два факта сбыта фальшивых купюр этим же гражданином. При личном осмотре у него были обнаружены поддельные денежные знаки. В настоящее время находится в следственном изоляторе номер 3 Новороссийска. До вынесения приговора суда. Обращаясь ко всем жителям и гостям Анапы, сотрудники полиции просят быть бдительными при расчетах наличными средствами. Все операции с крупными денежными купюрами советуют проводить в кредитно-банковских учреждениях. По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 14 июля, в связи с проведением ремонтных работ, с 13 до 17 часов будет частично прервано электроснабжение в Уташе. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok